всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я бы хотела вам ну скажем так подать идеи для новогоднего меню в сегодняшнем видео я хочу вам показать горячее блюдо точнее но скорее больше даже его подачу нежели сам рецепт также гарнир тоже опять же как можно красиво и аппетитно подать гарнир горячую закуску и десерт так что кому интересно продолжать смотреть итак начнем мы с горячего блюда на горячее у нас будет индейка в брусничном соусе на самом деле это блюдо очень красиво выглядит на тарелочке для начала мы подготавливаем индейку промываем обсушиваем его полотенцем добавляем специи по вкусу какие вам нравятся у меня это для мяса также я добавляю немного укропа соль черный перец все как вы любите как обычно используйте только не советую добавлять чеснок для меня это не очень вкусно получается с таким соусом отправляем в фольгу и в духовку при 180 градусов на час далее будем делать соус для этого нам понадобится стакан брусники в моем случае это замороженное 70 грамм сахара и бальзамический уксус мы все это смешиваем в кастрюльке и ставим на огонь нужно постоянно перемешивать я разминаю даже слегка вилочкой до того состояния пока наш соус не станет достаточно густым выглядит он в принципе как варенье на бальзамический уксус придает ему некую такую нотку получается кисло-сладкий такой соус вот с небольшой такой остротой которая придает именно бальзамический уксус к сожалению в данном рецепте заменить его чем-то ну на мой взгляд невозможным то есть если мы например индейку можно заменить куриной грудкой получится также вкусно то к сожалению бальзамический уксус нет далее слегка остывшую индейку мы нарезаем на порционные кусочки мне помогает здесь конечно же муж у меня вообще главный ингредиент на кухне и выкладываем на тарелочку сверху поливаем этим соусом и отдельно в соусничку или как в моем случае в такую пиалочку выкладываем оставшийся соус кладем ложечку я еще посыпала немножечко укропом что было так красиво и вот эти ягодки которые вы видите это я оставила немножко от размороженных ягод то чтобы просто блюдо выглядело красивее 5 дней согласитесь все готовится на самом деле очень просто но выглядит действительно по новогоднему действительно очень аппетитные поверьте это очень вкусно вы но с таким соусом удивите своих гостей родных близких и получается она вот прямо вот супер блюдо я очень рекомендую так сделать подавать можно кстати не только обязательно в супер горячем виде можно слегка остывшим тоже получается очень вкусно можно перед подачей просто разогреть саму индейку то сделать ее заранее и полить сверху соусом украсить блюдо и все будет замечательно аппетитно согласитесь выглядит она просто потрясающе ну и по вкусу конечно же тоже достаточно вкусно когда соус остынет кстати он еще больше загустеет поэтому имейте это ввиду не делать его сильно густым но и сильно жидким тоже чтобы он не растекался по тарелке а лежал вот так вот сверху на кусочках индейки далее мы будем готовить гарнир для этого нам понадобится отварной картофель сыр яйцо и можно добавить молоко в принципе мы будем делать такие некую картошку с начинкой начинку можно взять любую можно натереть этот сыр можно положить ветчину можно грибы только сделать их таким фаршиком в общем как вы хотите можно вообще без начинки просто подать море соответственно разминаем картофельное пюре добавляем туда немного молока он пюре не должно быть жидким оно должно быть таким достаточно эластичным и мы добавляем яйцо чтобы у нас это пюре не разваливалась хорошенечко перемешиваем картошку я солила заранее далее мы делаем из картофельного пюре ну такие как бы лепешечки наверное я делал начале кружочек потом лепешечкой лучше смочить руки тогда получится намного намного удобнее это делать и картошку картофель не будет прилипать к рукам мы делаем такие шарики размер шариков можно делать абсолютно разным в принципе можно вот так и оставить на тарелке больше ничего не делать но на мой взгляд красивее будет выглядеть если мы этот картофель обвалим в панировочных сухарях и обжарим как бы во фритюре здесь снова помогает мне муж конечно же и обжариваем во фритюре на самом деле мы не стали зажаривать до золотистой корочки можно сделать и прямо такую золотистую корочку вот так вот выглядит картошка и обязательно ее выкладываю на салфетку чтобы лишний лишнее масло стекло на салфеточку и далее вот такую подачу я предлагаю я сверху посыпалась семенами кунжута на самом деле можно украсить любой зеленью можно укроп также покрошить на эту картошечку да можно ее зажарить более такой золотистой сделать если вас панировочные сухари будут более крупные то выглядеть будет это еще более аппетитные посередине я поставила ну скажем так кетчуп который у меня был можно сделать какой-то свой соус можно сделать какой-то сырный соус в общем фантазии на самом деле можно развить по-разному но вот такая подача мне кажется обычный вроде бы гарнир картофельное пюре но выглядит необычно аппетитно и украсит мне кажется любой новогодний стол потому что для меня как-то все время подавать картофельное пюре я не знаю в какой-то мисочке это как-то вот но не знаю все весь стол украшен и просто картофельное пюре мне как-то не особо нравится далее мы будем делать горячую закуску и и мы будем делать из шампиньонов главное выбрать с крупными шляпками потому что мы будем запекать именно как бы сами шляпки берем луковичку одну небольшую майонез нам понадобится сыр любой и одно яйцо первым делом мы конечно же шинка моем грибы потом мы очищаем их то есть вытаскиваем саму ножку давать можно тоже чем вы захотите можно вообще дайте ножки оставить и что-то другое туда положить но по-разному я показываю свой вариант значит вот эти ножки которые нас остались я их мелко режу им буду обжаривать на сковородке главное на мой взгляд все это мелко порезать чтобы крупные кусочки у нас при запекании не вывалились скажем так из наших шляпок также я нарезаю одну луковицу и добавляю к тем ножкам которые у меня уже жарятся на сковородке я кстати забыла форму смазать маслом обязательно это сделайте иначе шляпки прилипнет к вашей форме или по крайней мере можно положить на дно фольгу далее мы будем фаршировать наши грибочки обязательно их нужно предварительно посолить можно даже немножко поперчить и делаем вот эту нашу сырную такую шапочку добавляем одно яйцо в натертый сыр и не майонез можно кстати изменить сметаной все это нужно хорошенечко помешать можно еще кстати поперчить но я этого не делаю и далее мы выкладываем наши нашу эту обжарку в каждую аккуратненько чтобы у нас ничего не вываливалась как бы внутрь шляпки получается и сверху нашу сырную вот эту смесь тоже аккуратненько чтобы она не 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 растекалась чтобы была такой именно красивой шапочкой и ставим мы все это в духовку при температуре 180 градусов где-то примерно минут на двадцать все зависит от них шляпок и от вашей духовки у меня любят более такой зажаристый вариант то есть чтобы они прямо зажарились очень хорошо но можно слегка чтобы подрумянились главное чтобы сами шляпки были готовы и вот такой вариант подачи скажем так у меня я положила мне такие достаточно крупные попались листья вот это петрушки и я их просто разложила сделала такую как бы грибную тарелочку скажем так это закуска очень вкусно в теплом или в горячем виде то есть предварительно конечно ее желательно разогреть но на лист салата я не советую выкладывать потому что лист салата под горячими грибами он немножко так свариться с кукурузится будет не очень аппетитно выглядеть поэтому я всегда стараюсь украсить что-то вот так так вот рядышком сверху кстати можно тоже посыпать не знаю семенами кунжута какого-нибудь или зеленью например далее мы с вами будем готовить десерт десерт на самом деле очень простой для этого нам понадобится печенье в моем случае это шоколадное вообще можно взять любое песочное печенье абсолютно любое какое у вас есть хоть с орешками хоть без все равно какое сахарная пудра также творожный сыр у меня вот такой holland шоколад это у нас будет для украшения и также для украшения вот такие трубочки можно еще использовать кстати ягоды какие-либо его я буду десерт делать порционные вот в таких бокалах это бокалы кстати у меня языке они ведь с маленькой ножкой для мартини и очень удобно у них подавать какие-либо десерты у меня здесь 5 бокалов для начала мы берем печенье на самом деле на 5 бокалов где-то наверное 5-6 печенюшек будет достаточно я даже здесь взяла много мы его начали ломаем потом нужно измельчить его в крошку я тут пыталась на самом деле у меня не очень получилось пыталась и руками но потом на помощь ко мне пришел мой скажем так секретный ингредиент это мой муж и у него кстати очень хорошо и быстро все это получилось так что привлекаем мужей тоже далее мы будем готовить ну скажем так наш сыр где-то нужно 250 грамм примерно но я напишу вам этого боксе то есть у меня ушло половина вот этой коробочки и этот сыр мы перемешиваем с сахарной пудрой я сахарную пудру просеиваю потому что она у меня в этой баночке стала такими комочками я побоялась что будет очень сложно размешать этот сыр а его нужно очень хорошо перемешать с сахарной пудрой до такого однородного состояния и получается он когда перемешивается сахарной пудрой немножечко такой желтовато прозрачный что ли становится но это по крайней мере у меня так получается но размешать нужно очень хорошо тщательно чтобы творожный сыр стал таким сладким и кремообразным на вкус можно на самом деле наверное блендером все это сделать но я делала ложкой ну и теперь мы будем раскладывать все это по нашим бокалом для начала печенье которое кстати можно сбрызнуть каким-либо ликером но так как у меня дети я этого делать не буду и сверху выкладываем наш творожный сыр перемешанные с сахарной пудрой опять же можно взять кондитерский мешок и красиво вот так вот выдавить все это на печенье но у меня мешка нет поэтому я делаю все это ложкой кстати тоже получается достаточно симпатично кстати такой десерт может храниться в холодильнике и перед подачей он как минимум два часа должен постоять в холодильнике чтобы вот это печенье немножечко пропиталась сверху я посыпаю оставшиеся но немножечко так оставшиеся крошкой от печенья и далее натираю немного шоколада можно его натереть еще больше чем у меня но я как-то сильно много не люблю потому что у меня еще шоколад будет для украшения идти и я не так много на самом деле потер и хотя можно и больше не можно сверху больше крошки посыпать дальше я выкладываю просто для красоты вот такие трубочки и в центр кладу мать по кусочку шоколадки это выглядит очень но так мило и очень аппетитно на мой взгляд и мне кажется новогодний стол это отличный десерт еще можно сюда положить какие-либо свежие фрукты или ягоды например если вы клубничным ликером зальете вот эту вот крошку печенья то можно положить сюда клубничку ну конечно к 31 декабря достаточно сложно будет найти клубнику но вот сочетание такого белого темного и красного он будет еще более такое наряд не что ли и новогодний и аппетитный но у меня вот такой вот вариант и я на самом деле и такой вариант достаточно вкусный на следующий день десерт это тоже становится очень вкусным вот это вот крошка из печенья она как бы пропитывается что ли вот этим творожным сыром не очень любят дети и взрослые все на самом деле плюс если вот такая красивая подача или добавить сюда еще какие-то украшения то просто супер я надеюсь вам понравились мои идеи рецепты точнее ингредиенты которые я использовала в этом видео я пропишу вам внизу в инфобоксе так что заходите смотрите и я надеюсь очень что я вас вдохновила на поиск каких-то новых идей возможно просто немножечко такого новогоднего аппетитного настроения так что очень буду ждать ваши комментарии ставьте пальчики вверх если вам понравилось это видео не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч